Доброе утро, собственно, еду на работу, что могу сказать, вчера изучал unity, пошел к мне подсказал по языкам программирования, начал все изучать, вдаваться в подробности, посмотрел зарплаты на Headhunter, офигел, вот она, почему Москва, от 2000 долларов до 6000 долларов, ну типа опытный специалист unity, это конечно вообще космические деньги в месяц, плюс соцпакет. Изучение вот этой истории, она кажется мне реальным, ну то есть можно овладеть, ну и в принципе логично, там просто задачи, ты создаешь игры для приложений, игры для ПК, неважно, ну какие-то свои задачи такие выполняешь. И это настолько интересно, в принципе, там все через переводчик, ты помимо познаешь английский, так что меня это вдохновило, я все скачал, как бы втянулся, прохожу уроки, учусь. Почему бы и нет, думаю. И плюс какие-то вещи, оказывается, можно использовать в видео, типа там есть motion design тоже, в этом unity. А так, вчера снимал 9х16, на самом деле работать с таким форматом даже проще. Какие-то фрагменты, я сделал пару видосов, штук 5, рилсов. Реально, где-то, ну даже проще. Также составил рик, там я записал видос и начал записывать уроки, вот как я учусь, типа. Вот это C++, C-Sharp и unity. Даже думаю, весьма полезный контент будет. А так, потихонечку. Ну что, собственно, иду на работу, пока ехал, посмотрел этот рик, все составил. Ну там самая главная клетка. Нашел, кстати, хорошую клетку. С боковой ручкой. 4 900 она стоит. Ну это скидка 55%. Надеюсь, что будет еще большая скидка. Ну а если она подорожает к обычной цене, то она мне не нужна. Вот так. Получается, ту клетку я видел с верхней ручкой 3 800. Ну и фактически 1000 рублей, там 1100. Ручка такая дополнительная. Точно то, что дешевле там она не будет, как бы я ни смотрел. Но дешевле найти невозможно, но все-таки сплав. Вот, плюс там элементы какого-то дерева. По-моему, есть. Да, есть. Так что так. А вот с ригом уже дополнительным. 15-ти миллиметровый получается. Крепление уже посложнее под батарейку. Это 2 700. NPF-K2 100. Того 4 700. И плюс держатель. Косарь 5 700. 5 700. И, собственно, батарейка у вас на бесперебойном питании есть. 5 700 плюс 4 плюс 5. 10 700. И риг в сборе. Ну, в принципе, нормальный. Меняется там за 4 700 клетка и ставится любая камера. То есть универсальная. Но, опять же, NPF-ка не для всех подойдет. Ой, точнее, не NPF-ка, а эта штука. Ну да, NPF-ка с штекером в пустышку, получается, в аккумулятор. То есть для более крутых она 3 300. Для вот моей и там, ну такой, в линейке 50 FP, там, получается, идет 2. Он стоит 2 100 где-то так. То есть косарь разница. Не знаю почему. Казалось бы, это та же самая технология. Но видно, понимают, что камера дороже, значит, можно накинуть косарь. Конструкция та же самая. Даже основа та же самая. Там просто меняется именно вот сама пустышка. Пустышка на пару миллиметров. На пару миллиметров больше. Пустышка это аккумулятор, типа. Без частиц. Просто контакт. И все. Контакты и кабель. А-ля в розетку, либо там, куда вам надо. Ну, в данном случае это в NPF-батарее. Потому что она намного больше. Фактически ты расширяешь свой аккумулятор на любой камере. До там, любых размеров. Типа, чтобы несколько часов писал. Вот так снимают все в кино. Либо просто в видеоиндустрии. Ну, уже более профессиональные. Вот чуваков, которых я видел, они как раз был один с NPF-кой. Ну, другой просто на Rony NES. Ну, типа от задачи. Кто снимал с рук, он с NPF-кой. Я не удивлюсь, что там вообще ред стоял. Ред комода. Но, по-моему, там стояло камер. Уже просто не пол. Ну, это потом. Ну, это потом. У меня еще нет. Заметил, что там вот риг достаточно простой. Не small rig, а такой. Интересно, так сказать. Ночу на работу. Настрянь шикарная. Может, успею кофигу попить. Ребяточки, пойду в магазин. Собственно, куплю поесть. Ну, и заберу амброшюры, которые пришли. Фух. С утреца еще не так... Еще не совсем проснулся. Кофе пока попить не успел. Сейчас, чуть позже, кофейку попью. Ништяк. Ну что, забрал, собственно, брошюры. Сейчас смотрю, амброшюры даже есть дешевле. 170 рублей всего. А я брал за 330, тогда цен не было. Видите, постоянно скидки на алики. И сейчас пойду шлейф, заберу для наута. Но шлейф мне пока сильно не горит, потому что нужно дождаться цены, и тогда я уже куплю SSD. Такой уж, который брал. Только вставлю уже в наут, а не в корпус. Опять же, шлейф, если не будет работать, то возьму такой же корпус. Ну, скорее всего, все будет. Завтракаю раньше. Все успеет ебать. Ох, потому что у меня с 12-ти там потом уже записи идут. Тут что надо доделать дела, приготовить гречку. И если она у меня есть, то, конечно, покушать ее с грудинкой. Нормально. Уже пятница. Чтоб вы понимали, мне три дня. И все. И понедельник. Сегодня оплачу комнатку. Нормально, живем. Упустяной шлейф пришел. Но он, скорее всего, оплаченный. Раз за мной никто не побежал. Так, шлейф пришел. И ба. Специально, что эти амброшюры не особо хочется ставить, потому что пока все работает, как бы. Я их только установил. Просто если их еще раз снять, там уже вряд ли наденешь. Ну, в принципе, работают. А они стиранные, так или иначе. Думаю, пока побыть на этих. А если что, уже запачкаются совсем. Я просто поставлю новые. Так что у меня есть время, так сказать, фишка для маневра. Как-то так. Пяточки уже половина позади. Собственно, я еще не успела сделать влоги, смонтировать. Ну, думаю, чуть позже я успею. Один за одним по клиентуре. Будем сейчас кушать, потом все выложим. Дрюнчик. Один влог закинул. Сейчас еще закинул. Один видосик. У меня, оказывается, кореш в Москву приехал. Неделя через неделю. Походу таксуют, не знаю. Может, зайдет как-то. Сегодня один клиент 500 рублей дал. Чаевых. Нормально двигаемся. По-взрослому. Я еще все забрал. Ух, не жизнь, а песня. Кофеек пью, пока камуфляж делается. Заканчивается денек. Середина дня. Собственно, быстро летит время. Сейчас поем гречку. Раз, раз, уже все. Сейчас практически пять. Чтобы вы понимали. Ну, как середина дня. Мне еще четыре часа на работе. Домой. Думаю, быстро пролетит. Сибирик. Собственно, ну, я вот не знаю, с чего начать. Ну, проще взять клетку, наверное, хорошую. Клетку с ручкой и верхней ручкой обычной. Обойдется она 4,800. А если уже нужно питание, то тут уже получается 2,700 плюс еще 1600. И плюс еще NPF. И этот. Короче, 7,800. И плюс NPF. 12,100 плюс ND-фильтр. Это 3,600. Сейчас он стоит. Сейчас не вариант ND-фильтр. Тысяча на 15,16. И вот он большой комплект. Останется. Потом просто клетку вынаешь. Ставишь другую камеру. Но есть нюансы, что я мало снимаю. Что я камеру-то с собой не таскаю. Ну, буду постепенно. Там, на самом деле, самое главное ND-шку взять. Потому что ND-шка и научится диафрагмой пользоваться. ND-шка реально нужна. Потом клетка. NPF-ка окей. Можно перебиться там, типа, не критично. Просто с NPF-кой как бы надо заморачиваться. Ну, типа, денег больше. Траты. Ну, и плюс сетап будет больше весить, естественно. Под монитор. Наверное, рациональнее просто вот клетку. Потом уже после клетки брать монитор. Вот это все крепить. Ему бы можно подснять. Интересно. Ну, самая логичная ND-шка. Но ND-шка, блин, не дешевеет. Дорожает только. Никак не могу я найти этот фильтр. Но сейчас пока доделываю цель. Вообще ни о чем не парюсь. Не думаю. Видите, второй свет мне оказался не нужен. Осталось еще купить просто ND-фильтр. Вот. Там 24 миллиметра Vittrex. Эту клетку и монитор Vittrex тоже. Все. Все, в принципе, больше ничего не надо. 85-ка, естественно, она уже под вторую камеру. А вторую камеру, я не знаю, в этом году пока брать не буду. Ну, вот отсюда как бы и следует. Отсюда и отталкиваешься. Если взять гелиус, то можно подумать насчет фокус-пуллера. Фокус-пуллер на клетку крепится. То есть все вот так вот и двигается. Пока мне дешевле просто пользоваться без этого какого. Без перебойного питания. Просто вытаскивать аккумуляторы. Так будет дешевле реально. Проще аккумулятор купить за 700 рублей, чем 12 тысяч там потратить. Ну, типа затратно. Но, с другой стороны, на всю жизнь это по-любому придется сделать. Хороший сетап собрать. Особенно под вторую камеру. Короче, по мере обстоятельств. Клетку обалденную нашего, блин. Вот прямо ее брать. Было бы кайф. Там все подсчитал, прикинул. Оказывается, там, собственно, клетка. Клетка, монитор, объектив. Вот это питание. Питание 9900. СНПФ батареи 9900. Вот выйдет. Это получается сам. Ну, фактически вся часть рига без клетки. Но это мега дешево. Потому что 1НПФ-ка 3500 стоит. Но это не SmallRig. Это аналог. Разницы, думаю, нет. Потому что по фактору они одинаковые. Короче, там на все про все. Монитор плюс вот этот объектив 24.1.8. Клетка. Вся часть под питание. Плюс батарейка. И плюс разъем под батарейки. Короче, 1000 на 50. 51 тысячу и все. И у меня, в принципе, есть весь сетап. Ну, может, 53 с ND-фильтром. Это, конечно, имба. Просто имба. Потрясающе. Ну, если захочется еще фокус-пуллер и гелиос. Это еще там 5000. 1000, 7, 8. И все. Потому что я не хочу брать стедик. Фактически это будет как два стедика. Ну, то есть, нормально. Имба. Очень бывая тема. Так подсчитал, прикинул. Ну, начать надо, на самом деле, с клетки. Ну, все. Клетка, ND-фильтр. Вот это важно. Потом уже по обстоятельствам взять монитор накамерный для удобства. И потом останется просто купить вторую камеру и 85 M8. То есть, вторая камера это 160 и 20 тысяч объектив. 180 тысяч и все. И у меня полные сетапы под две камеры на все случаи жизни. Просто все, что есть. Ну, все, что только можно представить. Ну, вторую камеру пока брать я не буду, естественно. Так что, готовимся. Самое главное, что не нужен будет стедик. Фактически 25 тысяч с канону. Потому что с рук можно спокойно делать те кадры, которые, ну, делаются со стедиком. Имба. Уже скоро домой, на самом деле. Я в шоке. Две 800 чаевых. Это самый большой чай вообще, что был. И 500 рублей еще утром. Три... Три 400... Три 300 только чаевыми. Я в шоке. Кайф. Вот это да. Блин, обалденно. И налегке так, без загона, без всего. Начали. Подумаю насчет клетки и этой всей истории. Сейчас мне надо доделать дело. Есть, короче, концепт, который я буду придерживаться, которым я буду, собственно, в массе, так сказать, двигать творчество. Есть у меня идея. У меня многое упирается сейчас в локацию. Ну, со временем. Пока не сильно, но я уже иду, 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 иду к этой всей истории. Что там локация прям очень важна. Ну, маленькое пространство просто свободное. Все ракурсы, подрилс и прочее. И я, скорее всего, буду гонять с большой вот этой камерой. А когда будет сема... Ну, как большой камерой, вот этот вот. С ригом. А когда будет зима, я, собственно, уже, может, возьму стедик, не знаю, на телефон, если это будет нужно. Не знаю, надо смотреть. У меня был просто стедик, я его продал. Тяжелый люкс выходит. Переживал, что поздно. Ой, точнее, что рано. В итоге поздно вышел. Блин, быстро пролетел день. Завтра уже суббота, я в шоке. Суббота, воскресенье. И вот понедельник. Блин, сегодня какой-то необычный день. Это надо мне все так подфартило. Как раз на клетках, грубо говоря. А не хватит на клетках, но все равно. Намного мне приблизило к моим делам. Сейчас я дела доделаю, тогда уже буду составлять риг, всю вот эту историю. Точнее, начну с клетки. Клетка. При первом же падении цены. ND-фильтр. Это вот важно. ND-фильтр самое важное. Объект ООС, монитор. У меня там наметаны. Планы. У нас правда доделать надо дело. Многие пользуются маржей кармы, именно SmallRig. Может, конечно, рекламу, может, он легче. Не знаю. Стоит его выбрать или оставить свой. Но мой намного круче. Он выдерживает больше килограмм. SmallRig как бы слабенький. Но, с другой стороны, он легкий. Тоже это его преимущество, по идее. Лед я сразу только задумал. Стоит, не стоит его выбрать. Ну, сейчас надо по основному пройтись в этапчик. Ладно. Сейчас не за горами все это делаю. И решу важные вещи. Морочился по поводу маржей кармы. Они все разные. Не знаю. Я не могу найти вес своего. Пусть свежий. Но мой здоровый. Мой более прочный. Как бы. Надо с Маурикой реально брать. Простой именно под задачу. Без зажима. А потом брать зажим отдельно. Что-то такое мутить. На деле это все такая фигня. Это мелочь. То есть это не ключевое. И в контенте это тоже не ключевое. И поэтому, блин. Все это фигня я в последнюю очередь буду брать. Но видите. Мой все равно тяжелый. Он крутой и классный. Но он тяжелый для этих задач. Маджикарм. Видите. Он все равно тяжелый. Да. Хотя тяжелый. Что вот этот. Вот эта конструкция тяжелая. Блин. Может он и легкий реально. Что-то я вообще не могу обогнаться. Если я отсоединяю ее от этой. И от этой. То она вполне себе. Блин. Мне кажется она лучше чем с Малорик уж точно. Не откручивать. То есть это более же дорогой. Ах не знаю. Мои задачи спокойно он выполнит. Я сейчас посмотрел. Просто я не учил. Что мне вот это нужно отсоединять. Чтобы уменьшить вес. Просто нужно упростить эту конструкцию. Чтобы облегчить вес. И все будет гуд. Просто это не та вещь. Которую нужно. Несколько штук. То есть. Если эту не используешь. Можешь использовать вторую. Опять же. Вот эта вот штука. Это просто имба. Это намного проще. Я думаю. Что без быстросъемной панели. И без этого крюка. Она будет весить вообще. Уплывает. И ничем не отличаться от Смуррига. В принципе. Ну или не сильно. Отличаться от Смуррига. Так что я вот смотрю на нее. Я думаю. Что мне не нужно как бы Смуррига. Хотя с другой стороны. Блин. Такая дилемма. Конечно. Интересная. На клетку. Опять же. Можно что-то вешать. Лишний Мэджик Арм не бывает. Один. Но нужен какой-то качественный. Нужно с горячим башмаком покупать Мэджик Арм. Мне кажется. Это самое верное. Что может быть. Можно делать творческие темы. Именно на этот. Что будет логично. А потом уже. Если нужно. Просто поменять. Ну как не поменять. И добавить. Другой. Ну этот очень хорош тем. Что. Вот есть такая штука. Это намного лучше. Но он в принципе и круче стоил. И дороже стоил. В свое время. Ладно. Буду стримить. Монтировал. Монтировал. Время 0.25. Я только с монтажа. Вот решил в дотку зайти. Подснял обзор. Картинка ебовая. Все потрясающе. Начал медленнее монтироваться. Футажи клеить. И кое-что наклевывается. Очень даже интересно. Интересно. А вот для этих. Для шортов. Тут вообще нормальная картина. Кто еще вообще материал для шортов. Или такой себе. Или картинка не очень. Продолжение следует.